Всем доброго времени суток. Сегодня будем говорить, как обычно, о ботах, об обновлении и еще о чем-нибудь. Когда вспомним, тогда скажем. Собственно, немножко материала подкопилось, так сказать, чтобы можно было понять. Появились боты нового поколения, чтобы вы понимали, короче. Обращаю внимание, сразу скажу, что не нужно писать, что у меня там рассинхрон какой-то или еще что-то. Нет, появились новые боты, они чисто на магах катают, короче, и получается так, что они улетают до вашей тычки. То есть, такое новое поколение ботов. Так сказать, своеобразный не уяс, единственное, конечно, мне непонятно вообще в целом. То есть, эти боты идут потоками постоянно, да, ты их убиваешь, ты их тычхуешь, ты их убиваешь, они улетают. Типа, вопрос в том, что бабки-то у них откуда вообще. Ну, типа, они что только и делают, что улетают, они же не фармят. Максимум, что где не могут фармить, это в процветании. Ну, это и того, как бы, это неокупленное занятие. То же самое на арене, они стоят на, в общем-то, на всех серебрах. Если есть желание, можете пойти посмотреть в 40-х локациях, они стоят. К тому же, я уж не говорю про софтеров, которых не банят, да. То есть, те же самые окна уже со второй профессии, там, парни 45-х, 50-х уже парни со спидхаками и нормально. Собственно, смотрим, что происходит. Я увидел таргет, нажимаю атаковать и он улетает сразу же мгновенно. При этом, обратите внимание, я не флагаюсь. То есть, это не рассинхрон, он улетел до моей тычки. И это то же самое, дубль 2, вот они все эти боты стоят, именно магии все стоят. Клан у них может быть абсолютно любой, пока закономерность какой-то не посмотрел. Но, суть в том, что они все улетают до тычки. То есть, если обратите внимание, я кастанул только один скилл, то, я так понимаю. Ну, короче, он в любом случае не вошел в цель. То есть, ну, как-то так. Вот эти тоже боты, просто я их трогать не стал. Но, сутью, я думаю, вы уловили абсолютно все боты в первом броте. То есть, ну, точнее, ладно, не все. 99% вот этих магов первопрофных, это боты, короче. Также, пытался сегодня пойти, постоять с утра в пятом броте. В надежде на то, что у меня что-то дропнет, потому что с пятого брота очень много падает. Если смотреть через систему, да, то есть, систем лут. Но, не мне. И в чем суть, короче. Пришел, постоял там, что-то часа-полтора. Да, короче, далеко он постоял. Даже что-то не выбил. В чем суть? Сейчас я отмотаю и начну показывать. Собственно, зашел, то есть, и лут падал так. То есть, там, раз, какая-нибудь шляпа, там, раз в 15-20 минут в среднем. Ну, и потом, короче, стою, думаю, ну, давай, сменю комнату. Почему нет? Типа, да, тапочки тебе больно, что в пятом броте вот эти можно юзать, которые именно на четверке стоят. Все кидает в рандомную точку, поэтому почему бы их не поюзать? Улетел, прилетел, короче, да, ну, то есть, вот сейчас я вам показываю, что я, вот, обновление шопа, там, зашел, скупил всю эту шляпу бесполезную. А, вот, как видите, то есть, вот он лут мерцающий, там, выбил, здесь еще через 20 минут выбил, там, здесь еще через 5 минут выбил, здесь, типа, там, еще через 5 минут выбил, здесь, там, чуть-чуть пораньше упало, здесь вот уже 20 минут прошло, лунный камень упал, здесь еще через 10 минут лунный камень, и вот, сменил комнату, короче, и вот, собственно, лут пошел. Ну, то есть, типичная непонятная игра, на чем вообще постованная, непонятно. То есть, просто сменил комнату, и, как вы видите, лутон, вот он. Он просто посыпался. Ничего нужного, как бы, нормального не упало, но, тем не менее, то есть, посмотрите, сколько просто я выбил за буквально 6 минут. У тебя это же бред какой-то, опять. Ну, то есть, опять что-то в игре непонятное происходит. А также, вот, обращу внимание, видео записывали мне специально, попросил, опять, SA109 сервер, это где-то около нескольких дней назад было. Собственно, жетоны наблюдаем по 4, видим, это сервер заселенный практически ботами. Ну, естественно, NFT-шные резцы, они, как бы, дорогие, да, их можно продать. Ну, видите, просто ценник на исток мудрости 4 тысячи, да, и эти куски на Т2, фиолы шмот, просто наблюдаете, вот они, и причем ни в одном количестве, как вы видите. То есть, некоторые даже две штуки лежит, просто по 5 тысяч. И посмотрите, какие цены у нас стоят на эти же самые предметы. То есть, в целом, все. Это, кстати, по-моему, через 2 или через 3 дня после обновы было заснято. Я имею в виду день. То есть, просто, ну, просто практически все в убито в ноль. Сейчас мы отнем, и все дальше. Ну, типа, некоторые ресурсы, вот уже начиная, там, от 50-го левел, от 49-го. Типа, более или менее что-то стоит. Приближенные, так сказать, к нами. Обратите внимание, то есть, алебарды по одной. Куртки там по 4, по 5. Коты уже по 8, по 9. Ну, то есть, с 50-го локи, там, по 15, по 40. Это уже 58-ый, по-моему, или 68-ый. Не суть, вон, типа, грот 1 просто 0,18. Ну, грот 4, 0,59. А 5-ый, 2. Ну, и 6-ой, соответственно, просто вот туда, как бы, сами понимаете. Они, может, туда бы и могли бы сходить, но... Там, скорее всего, убивают, и все. То есть, ну... И вот, соответственно, ресурсы уже на 2-й или 3-й день стоит вот такое количество у них. Которые у нас еще держатся. У нас, кстати, тоже приближаются к этой... К этому ценнику. Но еще более или менее. Марионы по 18, потому что они диктуются рынком. Ну, а, соответственно, шмотки вы увидите, поскольку стоят. То есть, даже Т2 пухи стоят там по 2-3 тысячи. Ну, что смеяться вам. Т1 просто даже стал мазать не стоит. Книжка, просто 45 тысяч. Покупай-ка часть, продавай. Все. Собственно, на этом все, да. Также у нас еще что-то я хотел сказать. А, помните, да, когда там обновывание нам завезли на вот эту же... Ну, короче, на новую магию, да, вот. А просто обновляю прямо при вас. Это NFT-вкладка. То есть, Night Crofts. Открываем. Они выставлены по скорости. Ну, то есть, по ближайшему. То есть, это... На данный момент вот это персонажа выставили буквально последний из всех стены. Netflix, то есть, по... Сортировка по времени добавления. И, собственно, в чем суть? Магию. Магию не посмотреть. Новую. Которую завезли. Вот она. Все. Новой магии нету. Ее нету. Почему? Непонятно. То есть, ну, и в целом до сих пор даже вот ты вот берешь, смотришь. Вот я хочу открыть вот этого персонажа, да. Ну, вот так через новую вкладку он открывает, да, через вот этот сайт. Но если ты смотришь сортировки вот по этой херне, да, потому что никто не будет смотреть по этому. Здесь нет никакой сортировки. То есть, ты не можешь здесь выделить по серверу. А, как бы, вы понимаете, трансфера нету, и все люди ищут на своих же серверах, да, ну, или типа около того. А вот этот не открывается, понимаете. То есть, так же оно не открывается, как на том сайте, где сделано нормально. Даже если мы, типа, возьмем здесь, и, типа, там, попытаем, здесь нету, типа, открыть новые вкладки, мы откроем рисунок просто. Ну, ну, конченый, понимаете. Вот к чему я клонюю. То есть, ее невозможно никак открыть. Ты должен, блядь, нажать на нее. Вот, я хочу посмотреть этого чара. Потом нажать сюда, и здесь уже смотреть. Ну, как говорится, все для людей сделано. То есть, ты не можешь просто, вот, ты ищешь себе чарах, купить хочешь, допустим, просто, вот, банальные, да. И сортировку ты, вот, просто, там, провел какую-то, да, там, по серверу выбрал. И все, и выбираешь конкретный сервер. И все, и ты должен каждого прокликивать, понимаете. Я вот к чему говорю. То есть, ты должен на него кликнуть, раз, кликнуть сюда, перейти, потом обратно, и так, следующего, следующего, следующего. Просто, я не знаю, могли бы и настроить. Да, и, собственно, неважно, ладно. Далее, чего у нас идет. Добавили нам бревна за вот эту шляпу, короче, да, бревна. Итого, у нас сейчас, на данный момент, 110 или 115 тысяч дневной лимит ресурсов выкуп. Но при этом, не расширили количество этого, и даже не увеличили выпадение. То есть, когда Эвинг был, было просто отлично. А сейчас, просто, это, я не знаю, такой мрак, стоять, набивать, типа, благо, я сейчас уже себе насобирал, там, на ресурсы, короче, там, по 200-300 штук. И, типа, понятное дело, что я не буду все это украсить, что мне десено, да, я, типа, я чары раньше продам. Ну, и, во всяком случае, уйду с игры. Но, как бы, суть остается таковой, что, типа, ресурсы я уже искупил, типа, но все равно это мрак, покупать, типа, вот, просто, представляете, какой-нибудь, сейчас я залетаю, типа, да, и пытается все это пить, типа, ты просто фармишь буквально, там, по 30000 штук этой херни. А там уже еще и штоки, как бы, покупать надо, и там, и жетоны покупать надо, все это надо уже покупать. Короче, непродуманная херня. Да, также, в целом, по магазину, типа, вот, за золото, почему за золото не могут заменить нормальный магазин? С призывом хер с ним, да, здесь бы, конечно, еще видеть за 50-й левел, да, за 60-й левел, там, или 55-й левел, ну, типа, что-то такое дополнительное, еще могли бы кинуть. Ну, ладно, здесь, как бы, оно есть, ладно, бог с ним, но здесь, да, здесь такой мрак просто, просто мрак. Почему здесь нету каких-нибудь папирусов, там, 3 штуки, там, в неделю за золото, ну, ну, хоть немножко, но папирусов просто нету. Их просто, блин, нету, крафтиться невозможно, у меня все есть, я уже все купил. То есть, вот эти ресурсы, которые, Т2, вот они, я их выкупал с арены, понимаете, то есть, ну, то есть, крафтил, выкупал, крафтил, выкупал, крафтил, выкупал, да. Суть-то не в этом, суть в том, что ты упираешься уже сейчас не в ресурсы, а просто в санные папирусы. Просто в папирусы идешь, типа, ну, потому что тут только папирусов. А папирусы у тебя где? То есть, в отличие от тех же ресов на арене, которые ты ежедневно можешь купить по 10 штук, папирусов ты ежедневно можешь купить болт себе просто. Потому что ты идешь в лес, и если тебе повезет, если тебе повезет, подчеркиваю. Вот я ежедневно делаю 4 квеста, в лесу тренировок, видите, они выполнены, выполнены все. И вот дай бог, дай бог, в день ты лутаешь там от нуля там до одного, ну, два, три, край вообще папируса. Все. Это же бред, просто бред. Тебе приходится их покупать, а как покупать, если ничего нихера не стоит. Типа, заходишь на рынок, тут просто плакать хочется. В демпеле просто в говнище, вообще все в говнище в демпеле. То есть, вот эти ресурсы разбираются, получаешь кристалл тронителя. И что? Ну, ты покупаешь их за 6, разбираешься, продаешь за 5. Ммм, кайф. И типа, ну, если бы там, не знаю, хотя бы там с 10 вот этих разборов, да, вот этих, падал бы один чистый, да? Нет, у меня бывало там и по 50 разбираешься, просто в ноль падает. Поэтому я не знаю, типа, кто эти люди, которые продают. Ты меня будешь пить? Ты только себе бьешь. Короче, странная херня, я не знаю, типа, к чему движется эта игра. Типа, в игре полно читеров, на 104-м до сих пор бегают на спидхаках, их никто не банит. Ну, то есть, на них пишут пятишки, их никто не банит, ничего не происходит. А, так же, да, вот, кстати, важная, важная, важная вспомню. Есть такая фигня, как шадов ПК. То есть, я в целом слышал об этом еще недели две или три назад. Но, как бы, все это мимо меня проходило просто по одной простой причине. Потому что мне плевать на игру, типа, чар фармит. А, в основном на ФК я все играю, то есть, я не слежу за чаром. То есть, поставил его и фармит. То есть, максимум, что я могу посетить, это зайти там на полтора часа в грот первый. А, постоять. Набить себе эти, и все. И потом, ну, или просто на арену забить болт и идти на арену. Больше я не знаю, что там еще можно придумать. Такие вот пирожки. Короче, шадов ПК. То есть, в целом, что такое шадов ПК? А, ты арендуешь, условно, комп, облачный гейминг. Да, арендуешь, ну, что там указать, где там вот это все. Ну, если вы хотите этим, можете углубиться в этот вопрос. В общем, суть в чем. А, штучка стоит денег. А, там, порядка 30 баксов в месяц. А, плюс, естественно, вам нужен exit lag, чтобы не лагать, когда людей много находится в локации. Потому что игра кончена и не оптимизированная. Так сказать, под большое скопление людей. Ну, и, в общем, просто я к тому веду, что, ну, типа, не много ли игра на себя берет? Просто вы никогда не задумывались над этим. Просто, чтобы играть в эту потрясающую игру, по, ну, по задумке разработчиков, у вас должен быть нормальный пинг. Ну, нормально-то я имею в виду 5 или 10. Понимаете? Просто. И, как бы, и потому что, вот, видите, как у меня персонаж атакует? Как бы, вот, по факту я атакую, как будто бы, там, ну, синим, ну, теряло фиол маунтом. Ну, мне голда, понимаете? А если бы стоял бы у меня в штатах ПК, типа, вы можете загуглить это за ютубе, там, ролики там найти, там, может сказать, если кто-то какой-то гайд снял, или еще что-нибудь, я просто не проверял, мне это неинтересно. А, в общем, он атакует раза в 2 или в 3 быстрее. То есть, вот, если у вас есть голда, и есть шаду ПК, на котором стоит экзит, понимаете? И у вас там пинг будет 1, 2, а не сколько-то там, как вот у меня, допустим, понимаете, через VPN game. Через колхоз. Ну, ты, типа, даже если я экзит поставлю сюда, да, типа, у меня будет пинг, там, в лучшем случае, 100. А, это не поменяет. То есть, да, немножко прироста может быть, там, процентов 5, максимум, наверное, 10. А, ну, вся суть кроется именно в шаду ПК, понимаете? Нужно именно шаду ПК, чтобы все это дело у вас сработало. Вот такие вот пирожки, короче. То есть, если вам интересно, вам просто, ну, необходимо платить дополнительно 35 баксов, просто за то, чтобы играть в эту чудесную игру. То есть, если вы хотите добиваться каких-то успехов, там, забирать топы, там, и все вот это прочее. Вот как-то так. Просто я к тому, что, ну, немного ли игра на себя берет. При том, что здесь есть куча софтеров, куча ботов, и, там, т.д. и т.п. Вот это все. При этом разработчики, какой-то, в первый месяц, они, там, отрапортовали, что эта игра принесла, там, больше, чем какая-то, там, то ли Мира М, то ли, там, Мир 4 за, там, все время просто. И при этом они даже, ну, не удосужились поставить нормальные сервера для людей. Понимаете? Не говоря уж, там, даже до кого, они даже промокоды никакого не сделали все с этого события, по-моему. Ну, и просто, просто, я как бы, нажились и нажились. Типа, вот, типа, понтанулись, что, вот, мол, собрали куша столько, и все. Вот как-то так. Пишите, что думаете об этом. Будем на этом заканчивать. Всем счастливо. Всем пока.